Субботняя ночь, московское время, час 43. Мы находимся в самом, можно сказать, сердце Москвы, в новомодном месте. Справа у нас Кремль, слева у нас храм. Это улица Волхонка, и сегодня мы отправляемся в очень необычное место. Это не рейв-клуб, это не глэм-клуб, это такой, скорее всего, бар. Милый, уютный бар, где веселится народ. Ну, в общем, понимаете, улица спокойная вроде бы, а на самом деле, вот, кто бы мог подумать, что на такой спокойной улице по адресу Волхонка, 9-1, происходит самый настоящий танцевальный ад. В роли музыкального заводила сегодняшней ночью будет знаменитый красавчик-сердцеед и плейбой. Как звать-то плейбой этого? Я забыла, Аня. Плейбой этого. Как диджей это звать? А, Федор Фомин, вот. Здрасте. Добрый вечер. Я так понимаю, что вы тот самый знаменитый фейс-контроль? Ну, если бы так сказалось, значит, так оно и есть. Ладно, знаете, у меня сегодня на самом деле тема ночи – это дружба. Вот как вы считаете, существует ли дружба между мужчиной и женщиной или только секс? Ну, я бы сказал, что существует. А тебе не холодно в России? Нет, почему? Вот с такими хорошими компаниями, такими драйвами никогда не может быть холодно. Ну, это типа такая ресторанная зона, здесь немножечко поспокойнее. Спокойнее. Здорово! Как дела? Так. Скажи, а существует дружба между мужчиной и женщиной? Нет. А что существует? Отношения, отношения. Тяжелые отношения. Зовите меня, Ильич. Скажи, пожалуйста, ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Вы знаете, есть такой анекдот на то, что если дружба между мужчиной и женщиной, Да, конечно, когда-то бывают дети. Существует дружба между парнем и девушкой, мужчиной и женщиной? Любовь? Дружба. Просто дружба. Без секс. Существует. Ни разу? А там около были, были в змеянке. Я вам расскажу такую историю, что у меня действительно есть два друга, один из которых, ну, я бы считаю, как другом, а вот он, какой типа, а он меня бы с удовольствием. А есть другой друг, у которого я бы с удовольствием, а он мне нет. Обидно. Вот есть настоящая реальная подруга, с которой ты не спала. Конечно, есть. А почему не было секса? Потому что его не должно было быть. Ну, расскажи мне про твою вот эту вот, ту самую пару, когда оно переходит в грань. Я думаю, это происходит ровно тогда, когда думаешь, что дружба идеальна. И в тот момент тебе говорят, знаешь, я тебя любил всю жизнь. Ну, что-то как было? Всегда. Сложно привести к примеру, как бы меня чаще воспринимают как объект на внешности. Поэтому сложно. Ладно, а ты когда-нибудь строила свою карьеру благодаря друзьям, мужчинам? Нет. Почему? Я просто слишком независимая по природе самостоятельно. Да. Пример. Одноклассники. Нет. Почему? Не бывает. А у тебя такого ни разу нет? Было один раз. И как? Дружим. А потому что потом это качается браком. Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Мы ее реализуем. Мне кажется, мы единственный пример в этом городе вообще. Я думаю, что только геи могут дружиться с девчонками. На половину. Почему на половину? Потому что у меня этого никогда не было, а умные люди говорят, что это есть. Здравствуйте, Педя. Вы такой сильный. Какой сильный или стильный? Сильный. Сильный? То есть в стиле силы это одно и то же практически. Хорошо. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Как вы считаете? Там есть долгая версия. Дружба до секса, после секса и вместо секса. У тебя как было? У меня много друзей, девочек и ребят. А как главное не допустить ошибку? Потому что иногда секс может что-то испортить. Или наоборот? Все от людей зависит. Может укрепить, а может и нет. Там вообще тяжело, например, ну вот тебе лично. Ты очень долго-долго с кем-то дружил, потом какой-то момент поступил, ну какая-то ситуация, потом раз, получилось. Как потом? Потом жениться, как порядочным ребятам. А ты женатый парень? Женатый. Я очень счастливый. Да, я... Да, Петя Фомин, конечно, легенда. Я тут была неделю назад в этом заведении. Какие-то слева молодые девчонки такие говорят. Ой, давай поезжай скорее. Здесь действительно играет Петя Фомин. Ну, легенда. Спасибо. Я кроме Миллера ничего не пью. Ребят, расскажите, пожалуйста, о своих самых популярных коктейлях. Да не, никогда. Это секрет. Да. Это закрытая информация, закрытая информация. Мы тебе потом скажем без этого, а то все узнают. Нет, нет, нет. Самый популярный коктейль сегодняшней ночью. Умберто, который я, наверное, придумал. Я думаю, что, например, если тебе подходит, я буду пить виски кола или шампанское. Это единственный пармен, который говорит, нет, Это скучно. Я не хотела такое, как ты, или когда-то тупай. Спасибо. За туманом, за туманом, где-то между неба и землей. За дождем и снега подам, буду рядом с тобой. За туманом, за туманом, где-то между неба и землей. За туманом, где-то между неба и землей. И я останусь с тобой. Это вообще нормально, танцевать под... Я никогда в жизни не видела, чтобы так танцевали под нашу русскую попцу. Меня на самом деле помешает другое, что так танцуют под русскую попцу уже, если не ошибаюсь, третий или четвертый год. Нет, я, конечно, в шоке, честно. Я думала, что все заканчивается темно, хаосом, морозом. А тут еще нифига. Вот еще где, на самом деле, кто еще юзает наши русские пластинки, компакт-диски, которые продаются на карпушке. Ну так, после такого шумного угарного зала мы спускаемся в подвал. Ну, мне кажется, существует, но иногда бывает секс, как бы, у этих друзей просто. Это секс по дружбе, да? Ну да, такой дружеский секс непринужденный бывает. У тебя такое часто было? Я такой личный уже. Ты решила так вот перейти? Я лично, я люблю эти личные дела. В принципе, да, бывало такое. Ну, в целом, вывод. Wall Street Bar на Волхонке 9.1 получился неплохим и интересным открытием. Для меня, для клубного обозревателя и теле-интернет-звезда Юлии Говар, в принципе, все понравилось. Музыка необычная, играет русские и нерусские поп-треки. Памин шикарный, коктейли делают тоже прикольные. Ну, а все, что касается дружбы между мужчиной и женщиной, мне кажется, что до тех пор, пока вы этого хотите, дружба будет. Ну, а потом, кому как повезет. Юлия Говар, Миллер Си Ви. Увидимся уже в следующий выходной. Пока! Муа!